Да, удобно, слушай, ну вот, вот как мне, такой большой баркас, классно, получилось все-таки хорошо. Длины хватает, нормально, тут спиннингодержатель еще поставить, это безопасность в первую очередь. Приветствуем вас на канале Профис Найс Лайф, меня зовут Сергей, вот к нам поступила такая лодка Ротан 420 с лодочным мотором, Ямаха 30, двухтактная, под дистанцию. Эта лодка уже пришла в такой комплектации с тентом носовым, уже носовая сумка была, ну и больше ничего не было. То, что мы с ней сделали, значит, сделали накладочки вот такие, сидение это уже привез владелец лодки, она вот на таких струбцинах, но она как бы не закреплена, мы не понимаем, как она там крепится, может, какую-то доску просунуть надо или еще что-то есть. В общем-то, ну, держится, он пока не решил, куда она будет ставить. Вот, поставили уключены, чтобы можно было, сидя здесь на банке, грести веслами. Значит, что касается вот этой банки, значит, мы сделали вот такую мягкую накладку, чтобы можно было на ней сидеть, если ее снять, можно использовать как столик для обеда, там, перекусов. Вот, следующей задачей стояло установить рулевую консоль. Тут столкнулись с такой проблемой, что вот эта сидушка на вот этом надувном, надувной банке, или пуфике, как сказать, получалась достаточно высоко. Но и консоли стандартные, которые идут на борт лодки, ну, ничего не подходило, а оставалась одна консоль Light. А производители вот Mobile Group, скоростные катера, мы ее решили поставить, но все равно она оказалась низко. Начали думать, как нам поднять консоль. Сделали вот такую вот конструкцию из влагостойкой фанеры, значит, примерили с владельцем по размеру, там, по высоте. Все подошло, расстояние, высота, все более-менее стало нормально. Значит, внизу мы поставили две колонки на нижнюю полку, они там вмонтированы, и все, в принципе, там зашилось. Вот. Теперь перейдем к консоли. Здесь мы поставили USB гнездо с двумя портами, прикуриватель, естественно, и включение топового огня. Установили эхолот. Вот. Также мы поставили тахометр, 6000 КУС. Поставили радио вот такое. Вот. Ну, естественно, чтобы ничего не мешалось здесь, все запаковали в гофры, все развели все провода, чтобы от ультрафиолета все было защищено. Вот. Машинка-хот маленький у Yamaha. Удивительно. Ну, вот здесь, в принципе, и все. Здесь такой, без всяких там особых наворотов, музыка, тахометр, эхолот, прикуриватель, USB, включение топика. В принципе, по минималке все есть, все, что нужно. Дальше мы перейдем к рецессу, к задней части лодки. Здесь у нас закрепили аккумуляторный ящик, поставили выключатель массы. Все там, разводочка вся сделана, культурненько, аккуратненько. Бак с этой стороны. Крепление здесь под стропы есть. Я свою стропу пока не стал ставить, потому что владелец лодки, у него стропа есть, он свою привезет, сказал. Ну и, собственно, мотор, выворот, правда, небольшой у него получился, но это максимум, что мы могли добиться. Ну, такая кочерга идет в комплектации. В одну сторону, ну, как и у всех моторов, выворот больше, в другую, соответственно, поменьше. Ну и уже, как всегда, все у нас в гофре, чтобы все было в одном стиле. При транспортировке вот топик укладывается сюда, не мешает, не сломается. Тахометр также мы, естественно, откалибровали. Вот, все четко показывает. Вот, ну а больше здесь особо-то и рассказывать нечего. Вот такой кратенький получился у нас обзорчик. Ротана 420 и мотора Ямахи. 300 лошадиных сил, двухтактный, под дистанцию. Спасибо за просмотр вот этого такого краткого обзора. И, как обычно, я приглашаю всех к нам на оснащение. Покупая у нас лодку перед оснащением, конечно, будут вам очень хорошие скидки. Вот, также мы являемся дилерами моторов Тахацу. Пожалуйста, приезжайте к нам за моторами. У нас все на месте, тест-запуски, заправка маслом, подготовка, рассказ про мотор и так далее. Все, как говорится, все для вас. Поэтому до новых встреч. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok